Президент США Дональд Трамп и республиканские законодатели одержали крупнейшую победу. Налоговая реформа стала реальностью. Это крупнейшее сокращение налогов за 30 лет. Законопроект после серии голосований поддержали Сенат и Палата представителей. Сторонники реформы уверены, что она приведет к росту американской экономики и снижению безработицы. Против проголосовали все законодатели Демократической партии, которые считают, что эта реформа проводится в интересах богатых и приведет к увеличению госдолга. Министерство финансов США объявило о расширении так называемого списка Магнитского. В санкционный список добавлен глава Чечни Рамзан Кадыров и ряд менее известных россиян, виновных в нарушениях прав человека. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Соединенные Штаты, принадлежащим активам будут арестованы. Машинист поезда, сошедшего стрельца вблизи города Такома, штат Вашингтон, находился в кабине не один, а состав двигался со значительным превышением скорости. Это предварительные результаты расследования катастрофы. Скончался кардинал Бернард Лоу, который в 2002 году был вынужден оставить кафедру в Бостоне. 86-летний священнослужитель умер после долгой болезни. Полтора десятилетия назад Лоу обвинили в том, что он скрывал действия педофила в своей епархии.